Салам алейкум! Я приветствую всех, кто смотрит проект «Я это знаю». Веду сегодня этот проект я, Ахмед Газиев. «Я это знаю» — проект для тех, кто уверен, что его знаниям не страшны никакие проверки. А знания, как известно, — это сила. Для того, чтобы попасть в эту передачу, ребятам нужно было зарегистрироваться на сайте, затем пройти тонкое ситоотбора. И первыми выходят самые младшие. А сейчас я расскажу правила этой викторины. Я читаю вопрос, он выходит на нашей видеостене вместе с вариантами ответа. Правильным может быть только один из них. Как только прозвучит сигнал, вы нажимаете на кнопку ответа. Тот, кто сделал это первым, тот и отвечает. Если ответ его оказался неверным, то отвечает следующий. Если и в этот раз был дан неправильный вариант ответа, то далее идет тот, кто нажал на кнопку третьим. И так далее, пока мы не получим правильный ответ. Итак, поехали! Что такое география? Наука о живой природе, наука о веществах, одна из наук о Земле, наука о прошлом человечества. Сайпула был первый. Наука о живой природе. К сожалению, это неправильный ответ. Следующим был Каримузин. Наука о прошлом человечества. К сожалению, и это неправильный ответ. Следующим на кнопку нажал Сабир. Третий. Одна из наук о Земле. Да. Ты прав. Это одна из наук о Земле. Из какой ты школы, Сабир? Второй. Откуда ты? Мутаркалы. Мутаркала. Отлично. У тебя есть любимый предмет в школе? Физра. Физра. Понятно. Почему нравится физра? Потому что там футбол. Футбол любишь. Это хорошо. Она спит вверх ногами. Мартышка, летучая мышь, сова, куала. Сабир был первый? Летучая мышь. Ты абсолютно прав. Это летучая мышь. Сколько сантиметров в одном метре? 100 сантиметров, 1000 сантиметров, 10 сантиметров, 212 сантиметров. Сабир был первый? 10 сантиметров. В одном метре? Да. Прости, к сожалению, это неправильный ответ. Следующим был Каримудин. Одном метре 100 сантиметров. Каримудин, откуда ты? Из какой школы? Из Забутлимиатли. Забутлимиатлинская школа. Да. Хорошо. У тебя есть любимый предмет? Да. Дай угадаю. Математика? Да. Отлично. Тебе это пригодилось. Мы едем к следующему вопросу, потому что ты был прав. В одном метре 100 сантиметров. Какой кот ходит по цепи кругом в сказке Пушкина? Умудренный, усатый, сказочный ученый. Первой была Амина. Ученый. Отлично. Твой ответ мы услышали. А ты из какой школы? Из Боттлергской. Из Боттлергской школы. Отлично. У тебя есть любимый предмет в школе? Литература. У тебя любимый предмет литература. Но это видно. Ты ответила абсолютно правильно. Кот ученый. Кто первым побывал в космосе? Михаил Ломоносов, Юрий Гагарин, Валентина Терешкова, Михаил Лермонтов. Первой была Амира. Юрий Гагарин. Первым побывал в космосе Юрий Гагарин. У тебя какая школа? Из Боттлергской гимназии. Отлично. У тебя какой любимый предмет? Окружающий. Окружающий мир. И ты много знаешь о том, что нас окружает, видимо. Потому что ты абсолютно права. Это был Юрий Гагарин. Как называется главная площадь России? Университетская площадь, Красная площадь, Большая площадь, Московская площадь. Каримудин, ты был первый? Красная площадь. Красная площадь. Ты прав? Молодец. Мы едем к следующему вопросу. Так называемая самая большая планета в Солнечной системе. Это Юпитер, Марс, Венера или Земля. Амира была первой. Юпитер. Самая большая планета в Солнечной системе это... Юпитер. Юпитер. Ты права. Любовь к окружающему миру тебе все помогает. Как называется местность, где жарко, сухо и почти нет животных и растений? Долина, лес, пустыня или это пустошь? Первым был Каримудин. Пустыня. Это пустыня. Ты абсолютно прав. Это пустыня. Что меняется в конце слова? Корень, суффикс, приставка или окончание? Амира, пожалуйста. В конце слова меняется окончание. Ты права. Это окончание. Двигаемся к следующему вопросу. В чем измеряют путь? В километрах, в килограммах, в промилле, в процентах? Сабир. В километрах. Путь измеряется в километрах. Ты абсолютно прав. Это так и есть. Какое самое большое животное в мире? Слон, синий кит, жираф или носорог? Сабир, ты был первый. Жираф. Ты считаешь, что самое большое животное – это жираф? Да. Ты очень любишь физкультуру и, видимо, поэтому нажимаешь самый первый и успеваешь. У тебя все хорошо с реакцией, но, к сожалению, жираф – это не самое большое животное в мире. Следующий на кнопку нажал Амира. Как ты считаешь, какое самое большое животное на свете? Слон. Ты считаешь, что слон? Да. Какой у тебя любимый предмет? У меня литература. Литература. Ну, тот, кто любит литературу, не обязательно должен знать, что слон – не самое большое животное в мире. Будем надеяться, что тебе попадутся вопросы, по которым поможет литература. Следующий на кнопку нажал Амира. Синий кит. Самое большое животное на Земле – это синий кит. Окружающий мир бывает очень полезен. Так и есть. Это синий кит. Какие цветы приказала найти в декабре юная королева из мультфильма «12 месяцев»? Розы, подснежники, ромашки, ландыши. Амира была первой. Подснежники. Видишь, литература все-таки пригодилась. Да, это подснежники. Какие цвета изображены на флаге Дагестана? Белый, синий, красный. Желтый, зеленый, фиолетовый. Белый, голубой, пурпурный. Зеленый, синий, красный. Первой была Амира. Зеленый, синий, красный. На флаге Дагестана изображены какие цвета Амира? Зеленый, синий, красный. Ты абсолютно права. Это зеленый, синий и красный. Мы едем к следующему вопросу. Как называется самая высокая трава? Это тростник, борщевик, бамбук или же крапива? Амира, ты успела первой. Самая высокая трава это? Бамбук. Бамбук. Ты абсолютно права. Бамбук. Это самая высокая трава. Эта птица не летает, но очень быстро бегает. Это страус, это альбатрос, это пингвин или китоглав. Амира. Страус. Самая быстрая птица это страус. Ты абсолютно права, это страус. Как часто проводятся летние олимпийские игры? Один раз в два года, один раз в четыре года, один раз в пять лет или же один раз в десять лет? Амира была первая? Один раз в два года. Летние олимпийские игры проводятся один раз в два года. К сожалению, это неправильный ответ. Следующий на кнопку нажала Амира. Один раз в пять лет. К сожалению, это тоже неверный ответ. Летние олимпийские игры проводятся не один раз в пять лет. Пожалуйста, Каримудин. Один раз в четыре года. Летние олимпийские игры проводятся один раз в четыре года. И ты абсолютно прав, так и есть. Двигаемся к следующему вопросу. На языке какого животного говорил Гарри Поттер? Лошадей, сов, кошек, змей. Сабир был первый. Кошек. Гарри Поттер говорил на языке... Кошек. К сожалению, это не так. Следующей была Амира. Гарри Поттер говорил на языке... Сау. У Гарри Поттера была сова. К сожалению, но он с ней не разговаривал. Следующим на кнопку нажал Сайпула. Змей. Гарри Поттер говорил на языке... Смьями. Гарри Поттер говорил на языке змей абсолютно верно. Из какой ты школы, Сайпула? Звучит имя Атлинская гимнастика. А у тебя есть любимый предмет в школе? Окружающий. Окружающий мир. Странно, вопрос был по литературе. Ты знаешь, как назывался язык змей, на котором говорил Гарри Поттер? Очень длинное и очень неприятное слово «портселтанк». Мы будем двигаться к следующему вопросу. Как звали девочку, попавшую в Зазеркалье? Мальвина, Алиса, Золушка, Аврора. Первым был, Каримудин? Мальвина. Девушку, попавшую в Зазеркалье, звали? Мальвина. Мальвина, к сожалению, это не так. Следующий на кнопку нажал Амира. Алиса. Попала в Зазеркалье, Алиса. Ты права, это была Алиса. Как называется явление, когда солнце восходит? Это закат, сумерки, солнцестояние или же рассвет? Амира. Это рассвет. Когда солнце восходит, это? Рассвет. Все верно, это рассвет. Как называется сахар в квадратных кусочках? Рафинад, променад, леденцы. Каримудин? Рафинад. Сахар в квадратных кусочках называется? Рафинад. Все верно, это Рафинад. Это был последний вопрос. Ну а пока идет подсчет баллов, я предлагаю поаплодировать всем нашим участникам. А сейчас у нас по правилам проекта будет Блиц, где в течение минуты вам надо дать максимальное количество правильных ответов. Если вы понимаете, что ответа на этот вопрос у вас нет, то вы говорите слово пас и звучит следующий вопрос. Максимальное количество правильных ответов – максимальное количество набранных баллов. Итак, начнем. Как называется наука о погоде? Пас. Какой домик человек может сделать для птицы? Скворечник. Сколько грамм в одном килограмме? Пас. Какое растение поворачивает голову за солнцем? Пас. Без чего не бывает дыма? Пас. Что купила муха-цикатуха на найденную денюжку? Пас. Какое животное способно выпить 250 литров воды за раз? Пас. Завершите пословицу «Весна красна цветами, а осень?» Пас. Сколько дней в неделе? Семь. Сколько ушей у трех мышей? Пас. Какую царевну нельзя было рассмешить? Пас. Сколько ног у паука? Восемь. Что принадлежит тебе, а употребляется чаще другими? Пас. Спасибо за игру. Мы начинаем играть с Амирой. Ты готова? Да. Назови самое маленькое двузначное число. Десять. Сколько пирожков можно съесть натощак? Пас. Сколько пальцев на левой ноге? Пять. Продолжи правило. На ноль делить? Нельзя. Как называется период обеденного сна? Ужин. Кто был женихом мухи-цикатухи? Пас. Самая крупная статуя в мире? Пас. Являются ли шахматы олимпийским видом спорта? Да. Что делает мертвое море мертвым? Пас. Где жил Джин тысячу лет? В лампе. Как именуют маленького детеныша овцы? Пас. Какой месяц по счету март? Пас. Как называется время, когда школьники отдыхают? Каникулы. Спасибо за игру. Мы работаем с Амирой. Кто главный на корабле? Капитан. Как называется орган слуха? Уши. У каких птиц крылья покрыты не перьями, а чешуей? Пас. Как называется цитадель Дербента? Пас. Как можно пронести воду в решете? Пас. Тетрадь для школьных отметок? Дневник. Какие две ноты растут в огороде? Пас. Какое животное было приручено древним человеком самым первым? Пас. Как звали сову Гарри Поттера? Пас. В каком месте на земле практически нет осадков и не растут растения? Пустыня. Как называется фигура, которой все стороны равны? Квадрат. Сколько гласных букв в русском алфавите? Десять. Условие вопрос-решение это? Это пример. Задача. По какому элементу дороги мы ее переходим? Пас. Сколько существует материков? Шесть. Спасибо большое за игру. Мы играем с Айпулой. С Айпулой, ты готов? Да. Отлично. Начали. Сколько чудес света есть на земле? Пас. Сколько физических состояний может быть у воды? Пас. За какой промежуток времени земля делает круг вокруг солнца? Сутки. Как называется самая маленькая птичка в мире? Колебры. Как называется сильная буря в море? Шторма. Какую ноту кладут в суп? Пас. Кого встретила красная шапочка в лесу? Волк. Этот дядя уехал на электричке жить в деревню. Пас. Самая трудолюбивая насекомая? Муравей. Как называется руководитель оркестра? Пас. Как звали собаку в сказке «Золотой ключик» и «Приключения Буратино»? Пас. Как называется прибор для построения окружности? Пас. Как называется полосатая африканская лошадь? Зебра. Спасибо за игру. Мы переходим к Амине. Ты готова? Отлично. Начинаем. Какой блин обычно получается комом? Пас. Что изображено на гербе России? Пас. К какой величине относится килограмм, грамм, тонна? Пас. Что такое астрономия? Пас. Какой газ является незаменимым для дыхания человека? Кислород. Существо с телом льва и головой человека? Пас. Что легче, килограмм ваты или килограмм гвоздей? Пас. Что придумали братья Кирилл и Мефодий? Пас. Сколько падежей в русском языке? Пас. Как называются постройки бобров, преграждающие реки? Пас. Какой знак при пинании имеет вид горизонтальной черточки? Пас. Сколько существует нот? Семь. Сколько носов у двух псов? Два. Отлично. Спасибо за игру, Амина. Сколько ног у осьминога? Восемь. Из чего состоит скелет человека? Пас. Что оторвали на базаре любопытная Варваря? Пас. Как называется первое число при вычитании? Пас. Что теряет лось каждую зиму? Олень. Рога. Какой сказочный персонаж использовал для полета в ступу и помелом? Ведьма. Из семян какого дерева делают шоколад? Пас. Как называется врач, который лечит животных? Пас. Как называется нос слона? Хобот. Овощ, превращенный в карету? Ээээ... Тикла. С помощью чего астрономы изучают космос? Ээээ... Пас. Как называется место, где растет много деревьев? Ээээ... Что первым попросил старик у золотой рыбки? Много золота. Спасибо большое за игру. А пока идет подсчет баллов и выявление победителя, я предлагаю поаплодировать. Ну а в сегодняшнем выпуске у нас победила Усманова Амира из села Зубутлемиатлики Зюртовского района, с чем мы ее и поздравляем. Ну а на этом у меня все. Вы посмотрели четвертый выпуск викторины, я это знаю, и провел его я, Ахмед Газиев. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok